Приветствую вас, полагаю, что ситуация заключается в том, что вы в 38 лет одна. Дело в том, что если вы в 38 лет одна и влюбились в мужчину, который на 10 лет моложе вас, то, скорее всего, вас взыграл родительский инстинкт, возможно, даже что материнский инстинкт взыграл. С вами. Вот, потому что вполне вероятно, что вы хотите детей уже. Вот. И, соответственно, вы довольно давно одна, и причины, по которым вы одна, не позволяют вам, видимо, нормально, естественно, свободно, органично устраивать отношения с людьми. И именно из-за этого, из-за того, что у вас нет возможности выстраивать отношения с мужчинами, вы, значит, цепляетесь за этого человека, за вот этого таджика, значит, мужчину, и естественно, что он вам нужен. Он вам нужен, и нужен очень сильно, очевидно. Значит, нужен он вам для себя. В первую очередь, потому что, ну, вы говорите, что я страдаю, значит, он нужен вам для себя. Значит, какую-то свою потребность вы хотите с ним удовлетворить. То есть, что это? Может быть, бег от одиночества, например. Может быть, это, значит, реализация своих потребностей, как женщины. Может быть, это желание семьи. Может быть, это потребность в том, чтобы доказать, например, себе то, что вы достоин того, чтобы у вас была семья, чтобы, значит, и так далее. То есть, вариантов здесь, в принципе, много. И каждый из этих вариантов, он подходит для вас, каждый из этих вариантов, может подходить под ваши предвары случаи, но в любом случае, так и дальше, нужно разбирать, почему, почему 38 лет вы одна, и почему, значит, будучи одной 38 лет вы влюбляетесь в мужчину в таджиках, который, ну, по определению не является надежным, таким вот, что прям, ну, что прям очень надежным он не является, вот, и, значит, страдает через то, что он вам два дня не пишет. То есть, в принципе, два дня это не такой большой срок, вот, и вполне может быть, что у мужчины просто дела какие-то, вполне может быть, что человек просто, ну, вполне может быть, что у человека просто нет возможности, пока вам написать, позвонить и так далее. Но, в конце концов, вы сами можете это сделать, сами можете написать, в принципе, вот, и я не думаю, что это прям такая уж большая проблема, ну, если хотите, конечно. Вот, другой момент, для чего, другой момент, что вы ждете от этого, другой момент, чего вы хотите от этого звонка, почему он вам так важен, чем продиктована ваша сверхмотивация с ним быть. Вот это вот, пожалуй, действительно, такие важные моменты, на которые нужно обратить внимание, в первую очередь, вам, и потом уже думать, что делать дальше. Вот, смотрите, вы говорите, почему я страдаю, да? Вот, влюбленность, влюбленность основана на ваших потребностях, и вы увидели, наконец, человека, который, по вашему мнению, может, ну, по вашему мнению, может удовлетворить эти потребности. И, естественно, что вы страдаете, естественно, что вы переживаете, потому что, ну, как-то так вот, наконец-то у вас появилась возможность свои желания удовлетворить, а тут выясняется, что оказывается удовлетворять их никто не спешит, понимаете? Вот, это, естественно, неприятно осознавать, и именно поэтому вы страдаете, потому что вам этот мужчина нужен. Вопрос в том, для чего. Вот, чтобы понять причины ваших страданий, нужно понять, для чего вам этот мужчина, зачем он вам. Да, вот, это первое. Второе, значит, смотрите, так, говорю, что нравится, почему он исчез? Значит, у вас есть противоречия, с другой стороны, вы говорите, что у вас никогда не было такой вот взаимности, да, то есть таких чувств, да, никогда вы не чувствовали подобных эмоций. Но при этом, с другой стороны, вы пишете о том, что почему он исчез, то есть вы хотите, вначале вы говорите, что у меня никогда такого не было, это ненормально, как бы вы сказываете предположение о том, что это ненормально, то, что сами. Вот, а потом тоже говорить о том, что, почему он исчез, то есть у вас сейчас вот противоречивые эмоции очень, значит, крутятся в вас. И я думаю, что он мог исчезнуть, по какой угодно причине. Это его жизнь, это его, в принципе, право исчезать. И то, что вы ему нравитесь, это не значит, что у вас любит. То, что вы ему нравитесь, это не значит, что он обещает с вами жить и так далее. Поэтому здесь вам самое главное не перегибать палку, вот, потому что мне кажется, что вы немножечко именно это и делаете, то есть вы обычное выражение симпатии воспринимаете как уже чуть ли не как признание в любви. Вот, соответственно, не нужно, чтобы так было, вот. Не стройте больших ожиданий на этого человека. А мы что, еще раз повторю, вы ему только, только, только нравитесь. То есть, что никто не говорил о том, что он с вами там будет жить, например, или он вам в любви не признавался. Вот, это значит, по поводу того, что он исчез, то есть он может исчезать, если, ну, если он этого хочет, да, он может исчезать. Вам важно именно, чтобы вы, чтобы вы сами помнили, кто вы, чтобы вы помнили, что вы хотите, и чтобы вы не зависели от кого, от кого угодно. Да, то есть, либо это, это мужчина, ваш, ваш, либо это кто-либо другой. В вашем случае, я рекомендовал бы проработать причину, по которой вы в 38 лет одна, и так же отдельно проанализировать причину, по которой вы страдаете. То есть, вот, то, что вы испытываете страдания, это ненормально. Ну, не должно быть страданий здесь, потому что, потому что это абсолютно нормальная ситуация, что мужчина проявляет к вам, например, свою активацию, но это ничему его не обязывает, понятное дело. Вот, и то, что вы страдаете, то, что вы страдаете, это, скорее, у вас что-то неверо-невротическое. То есть, сейчас вы почувствовали, как то, чего вы хотите, подавляется. То есть, вот, только с молодым человеком вы можете реализовать то, что вам нужно, то, что вы хотите. И помимо него у вас никого нет. Вот это вот самое плохое. То есть, то есть, то есть, помимо него у вас должны быть еще мужчины, с которыми вы общались. Потому что, без этого вам будет очень-очень тяжело, без, вот, ну, без таких моментов вам будет тяжело очень. И, соответственно, чтобы этого не было, вам и необходимо. Вам необходимо, как раз, поработать над своей самооценкой, над своей попредственной сферой, ну, и эмоциональной сферой тоже. Потому что этот ваш страдает, это достаточно низкий уровень эмоционального интеллекта у вас. То есть, низкий уровень сознательности, сознаваемости того, что с вами происходит. Низкий уровень понимания эмоций, которые вы испытываете. То есть, что такое мои страдания, что это значит, какой вывод я могу сделать из того, что они у меня есть. Вот, это все очень важные и важные нюансы. Поэтому, обязательно обратитесь к психологу, который вы можете выбрать на нашем ресурсе. Вот, проанализировать вашу жизнь и ваш опыт личных отношений. Вполне может быть, что вы специально выбираете себе такого мужчину, с которым у вас не все будет надежно, не все будет гладко. Потому что вы можете бояться, можете бояться близких отношений, то есть у вас может быть страх близких отношений. Вот, но этот страх, это негативный родительский сценарий. Его, возможно, нужно продабатывать. Главное, чтобы у вас было желание для этого. Так что вы пишите, обращайтесь, кто вам понравится, любой из наших коллег, в том числе, любой из наших экспертов, в том числе и я. Будем готовы вас выслушать и помочь вам обрести душевный покой, равновесие и возможность для устраивания отношений. Таких, которые бы целиком и полностью соответствовали тому, чего вы достойны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.